Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами поговорим про Singularity.net. Я уже рассказывал про этот проект. У него есть большие шансы сделать очень много иксов. Это очень серьезный проект. Он очень сильно недооценен. В худшем случае я ожидаю, что Singularity.net будет продаваться за доллар-два. Сам я входил в Singularity.net, когда он продавался по 7 центов. Сейчас есть возможность зайти по 4. Почему появилась такая возможность? Совсем недавно, буквально на днях, взломали биржу KuCoin. Хакеры. И украли с этой биржи различную криптовалюту. Сам KuCoin об этом сделал анонс. И вот уже KuCoin начал всем владельцам токенов, которые были украдены, закупать. Биржа KuCoin была застрахована. Им выплатили страховку. И биржа KuCoin сейчас закупает все токены, которые украл хакер на рынке. И возвращает людям эти токены. Но, значит, хакер украл разную криптовалюту. И если говорить непосредственно, ну вы видите здесь разная криптовалюта. Он ее украл. Биржа KuCoin уже возвращает. Если мы будем говорить конкретно про криптовалюту Эджи, Эджи Коин, то есть Singularity Net, то за, значит, кражу было, значит, хакер взял 43 миллиона токенов с лишним. И на сегодняшний день он почти все уже слил. Вот у него кошелечек здесь есть. У него здесь на 4 миллиона долларов там эфиры, 11,5 тысяч. И вот здесь много-много разных токенов. И вот Singularity Net у него уже совсем почти не осталось. Он все скинул. В связи с тем, что, значит, у него было 43 миллиона. Насколько вы помните, всего у нас 1 миллиард токенов. То есть это 1000 миллионов. 43 миллиона это 4,3%. И в начале Singularity Net сообщество думало сделать голосование по поводу того, чтобы сделать хардфорк, чтобы не, ну, как бы, вернуть, короче, деньги, значит, тем владельцам, кто был на бирже Кукоин. Хотя проект Singularity Net вообще здесь ни при чем. И взломана была биржа Кукоин, и отвечает, естественно, Кукоин. Сам проект Singularity Net ответственность за это несет. И ему, как бы, от этого ни холодно, ни жарко. 4% токена, понятное дело, украли. Но это ни много, ни мало. Но это, значит, позволяет вам зайти в Singularity Net, так как хакеры, естественно, сливают крипту. Поэтому вся крипта, если мы сейчас в целом даже зайдем на рынок, она у нас в красном диапазоне за последние сутки. Также еще у нас есть биржа, сейчас помню, как она называется, BitMix, по-моему. Но там тоже, значит, проблема у владельца биржи. На него там подали иск. И, как я понимаю, там тоже они начали крипту скидывать. В итоге, короче, это немножко рынок, значит, обрушило. И цены у нас упали. Это очень классное состояние, когда можно входить вообще в крипту. То есть вообще хомячки, новички, так называемые хомячки, да, они покупают криптовалюту, когда она уже на пике, когда она дорогая, а продают ее, когда падают. Умные же люди, которые инвестируют в криптовалюту, которые зарабатывают, покупают, когда все падает, и продают, когда все растет. В этом случае вы будете зарабатывать. Я лично сам сегодня закупил еще дополнительно Singularity.net, взял себе еще токенов на огромную котлету. Я уже являюсь довольно-таки таким большим серьезным китом в Singularity.net. И вот до конца года ожидаю цену где-то в 11 центов от доллара. Потому что очень много хороших новостей будет. Плюс не забывайте, что биржа Кукоин, она должна вернуть средства, которые были украдены. И вот вы видите, что сейчас здесь 11 токенов уже Кукоин откупил и вернул владельцам. И скоро закупит 43 миллиона Singularity.net, которые украл хакер. Естественно, цена снова сильно пойдет вверх. Плюс есть очень много разных хороших новостей. Из положительных новостей то, что таких серьезных Singularity.net начал сотрудничать с Cardano. Это проект по криптовалюте входит в топ 10 криптовалют. И Singularity.net, он дает дополнительные возможности по блокчейну. Это более быстрый блокчейн, более дешевый блокчейн, более масштабируемый. И много чего там можно делать. Кому интересно, зайдите, почитайте. В Телеграме все написано. И вот здесь есть также пост по поводу того, что там вот на бирже Кукоин украли 43 миллиона. И значит здесь ребята рассказывают, что об этом вообще думают. Если говорить вкратце, то здесь написано, что значит украли 43 миллиона токенов, которые принадлежали разным членам сообщества на Кукоине. Значит это полностью событие было изолировано и никак не повлияло на сам вообще проект. И здесь самый главный момент, что Singularity.net решил не предпринимать каких-либо радикальных действий, таких как Hardfork, смарт-контракты. То есть не будет разделения монетки. И это очень хорошо. Это сохранит ценность монетки. Дальше здесь очень много, что написано. Очень интересно. Почитайте, посмотрите. Значит расписано, куда там проект будет развиваться и так далее. По отношению вопросов, по голосованию. Очень много всего интересного. Но в целом хочу сказать, что в такой вот сложной ситуации, когда воруют там токены проекта, причем с биржи, да, можно посмотреть насколько, как себя кто ведет. То есть как себя ведет сам проект. И здесь было очень интересно наблюдать за Singularity.net, как они предпринимают меры, насколько они все это делают, как это проходит грамотно или нет. И вообще здесь интересно, что сохранили приоритет именно на все-таки децентрализации. Даже не стали останавливать контракт, чтобы хакер, например, не мог вывести деньги. Здесь говорится о том, что как раз в этой статье, что ребята могли остановить все смарт-контракты, и тогда бы хакер не вывел деньги. Но здесь говорится о том, что в первую очередь все-таки они за децентрализацию. И то, что если бы остановили контракт, то в целом бы весь проект стоял. А этого делать никто не хочет. Тем более это не по вине Singularity.net, а биржу взломали. Ну потому что взломали. И ничего в этом страшного нет. Для нас это сплошные плюсы. Потому что напоминаю, что Singularity.net в ближайшее время может стоить 1-2 доллара. Я знаете, как даже считаю? Даже, допустим, если мы с вами посчитаем, что Singularity.net в худшем варианте до 2 долларов зайдет даже, пускай, за 10 лет. Условно сейчас цена 4 цента. 2 доллара, 2 доллара с вами, мы делим на 4 цента, чтобы понять, сколько это иксов. Это у нас получается 50 иксов. Условно, да? Допустим, к этим 50 иксам мы будем идти 10 лет. Допустим. Ну так, условно. На самом деле это может быть намного быстрее. В конце этого года, я говорю, ожидаю цену уже в 11 центов. Это 2, где-то с половиной икса даже получается. Почти нет, почти даже 3 икса. 12 центов это будет уже 3 икса для тех, кто покупает сейчас. Но, допустим, даже пускай это будет 10 лет. И если условно, это 50 иксов. Допустим, вы инвестировали в Singularity.net, ну скажем, 1 миллион рублей. То, соответственно, за эти 10 лет вы сделали x50, у вас будет 50 миллионов рублей. Делим их на 10 лет и делим их еще на 12 месяцев. И получается, что каждый месяц условно на пассиве вы будете получать в районе 416 тысяч рублей. Это если мы до этой цены будем идти 10 лет. Но на самом деле, я думаю, цену в 1-2 доллара мы увидим за год-два, не более того. Но посмотрим, как себя поведет проект. Помните о том, что любая инвестиция это все-таки риски. И, конечно, нужно инвестировать только в хорошие проекты и в те проекты, в которых вы разобрались лично сами. Поэтому ни в коем случае не призываю вас, значит, инвестировать туда, куда я говорю. Инвестировать только туда, куда вы хотите. Я просто высказываю свою точку зрения и куда я сам инвестируюсь. Вам советую вообще взять вот это английское название Singularity.net, зайти в YouTube, вбить его в поиски и посмотреть видеоролики по теме Singularity.net. Простите, чихнул. Вот, соответственно, вы изучите этот проект и будете уже понимать, стоит туда не инвестировать деньги или нет. Сейчас, как вы видите, цена у нас 384 сатошка. Это очень хорошая цена. И не забывайте о том, что в ближайшее время биржа KuCoin будет у нас выкупать с рынка 43 миллиона токенов, чтобы вернуть те токены, которые потеряли люди, которые были на бирже KuCoin. Ну вот, в принципе, и все, друзья. Ссылочки будут в описании. Все, которые я здесь показал, там будут ссылочки на группу в Телеграме Singularity.net, будут ссылочки на биржу Binance. Если вы надумали инвестировать, то я вам советую покупать все-таки токены через биржу Binance. И потом их можно либо хранить на Binance, либо выводить на кошелек. Это уже зависит от ваших желаний, от ваших амбиций и от вашего кошелька. Если вы покупаете, естественно, на большую сумму токены, то лучше всего их выводить на какой-нибудь холодный кошелек, чтобы спать спокойно, чтобы вы не беспокоились. Ну а на этом, наверное, все. В ближайшем видео, если вам нужно, я могу легко снять видеоролик о том, например, как купить Singularity.net для тех, кто вообще не знает, как это делать, как купить криптовалюту. Также могу записать видеоролик о том, как хранить криптовалюту, например, на холодном кошельке, если нужно. Скажите об этом в комментарии. Ну и вообще, в принципе, предлагайте любые темы. Я открыт, могу делать видеоролики на тему инвестирования, криптовалюты, рассказывать очень много интересного. Поэтому пишите в комментариях, что непосредственно интересно вам, и будем эту тему с вами разбирать. Ну а на этом все. Поставьте, пожалуйста, за это видео лайк. И до встречи в следующем видеоролике. Пока-пока.